Работу с обманутыми дольщиками организовали во всех муниципалитетах Кубани. Первые на приеме главы города-курорта, исполняющего обязанности Анапского межрайонного прокурора, дольщики с улицы Парковой, 60. Для завершения строительства, которое длится с 2007 года, необходимо поставить правовую точку в земельном вопросе. Вопрос объединения этих участков. Один участок, 56-й, уже в аренде находится у нас. Второй участок, 58-й, это было заседание суда 27 ноября. Если обязали администрацию заключить. Да, вот было принято положительное решение, чтобы в решение суда вступило в законную силу, мы вместе должны пройти. Мы надеемся, что это так и будет. Пройдено немало судебных инстанций. Администрация города в течение двух с половиной лет боролась за передачу федеральной земли в муниципальную собственность. Все мы, и прокуратура, и администрация, мы стремимся к этому треугольнику в 45 сотых, для того, чтобы их объединить и в конце концов решить этот вопрос. Понимаете, можно о чем угодно говорить, но приоритет все равно гражданам, вы же ни в чем не виноваты. По той же улице Парковой, но уже под номером 79, самый проблемный на сегодня объект – Анапский проект. Анапская межрайонная прокуратура держит в прицеле внимание этот долгострой, защищая интересы людей. Первые меры реагирования, которые были приняты, и вообще спасли, по большому счету, хоть какое-то имущество, строение, краны, сохранили имущество, мы обнаружили. Сейчас тоже нами была проведена проверка, вот вы то, что говорили про 196-й, это тоже нами была проведена проверка, результатом которой сейчас должно быть принято решение с целью возбуждения уголовного дела по банкротству при Данилине. Проект очень серьезный. Как? Кому передать, чтобы заинтересовать? Люди готовы даже выйти на ноли, инвесторы, чтобы по нолям. По нолям не получается. Тем не менее, поиск инвестора не прекращается. Добросовестным строителям рекомендовано рассмотреть возможность завершить стройку. На прием в прокуратуру 6 декабря пришли не только обманутые дольщики. Были пострадавшие в рамках уголовных дел, жертвы мошенников. Например, двойные продажи на Северный-1. Были участники конфликтных ситуаций, как на Солнечное-54. Александр Поляков выделил отдельный день для рассмотрения таких вопросов. Прием длился в течение 4 часов. Выслушаны были 54 человека. Все поступившие обращения взяты на особый контроль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!